Приветствую вас дорогие друзья, сегодня мы играем в Fable Universalis или что-то типа того, не помню как называется. Ну в общем, всё на русском, максимальная графика, погнали. Тек, сменить герой и продолжить игру. Эээ? Что? Погодите. Ну ладно, начнем заново. Тек, новый герой. Курощуп, герой номер два. В общем, ну, я думаю вы знаете, что это за игра. У неё кто только не играл, цыплёнок сойдёт. Как я понял, это переиздание какой-то старой-старой версии Fable, одной из его частей. Типа одной из самых лучших из тех, что трёхмерные. Я покупал Fable себе несколько частей на Xbox и был молодцом. Мне игра, в общем-то, понравилась, довольно забавная. The Land of Innocence, for too near and to good. Самый гуще Альбионского леса, затерялся маленький городок, дубовый долл, его пощадили и время, и вражеский клинок. Потрясающая история. Здесь же мальчик и его родные. Мальчик мечтал о славе, о том деде, когда станет героем. Мы будем играть за карлика. Отлично. Порой он воображался благородным рыцарем, или могущественным магом. Магом! Воображался магом! Никаких рыцарей. А иногда, воином зла. Это да, вот это возможно. Но ни в мечтах, ни в грезах он не мог вообразить величие, окуготованной ему судьбой. Правильно? Будет игрушкой в наших руках. Все, понятно. Давай, просыпайся. Опять в облаках витал, да? Прям твоя мать вечно о чем-то мечтает. Так, сестру отыщешь. Она играет в ворот ведущих в холмогорью! Не забывай, что ты так не сделал выбор. Не говори только, что ты забыл о подарке. В этот раз я не буду от тебя отдуваться, сынок. Короче, ты умрешь, походу. Я дам тебе по золотому монету за каждое хорошее дело, которое ты совершишь. Это хватит, чтобы купить ей подарок. А теперь иди и держись подальше от неприятностей. Конечно. Так, во-первых, они могут сообщить что-то интересное. Ну, во-первых, надо зайти в дом, посмотреть, что тут у нас есть. Так, кнопка ТАП. Ты нашел дневник сестры. Пятнадцатый день месяца жатва, мама снова ушла, опять не сказав куда. По-моему, отец печалится, когда она уходит. Да всем плевать на ваши глупые истории. Так, что у вас тут есть? Надо ограбить собственный дом. Шкафу полно. Чего? Одеял. Офигенно. Что-то мы как-то бедно живем, я смотрю. Ну, короче, ничего мы тут не можем ограбить. Так что, варим отсюда. Чё это за монетка? А, этот мэн мне дает монетки, его зовут Бром. Я могу его ударить? Обам! Ты совершил первый дурной поступок. Не смей поднимать руку на однородного отца. Держи себя в руках, парень. Не то попадешь в беду. А вот так вот. Не смей поднимать руку. Да всем плевать. Смотрите, мы уже плюс два к злобе. Так. Ну. Так, ладно. Что-то за мост. У нас-то какой-то глаз наверху справа. Непонятно. Ну, графон, в общем-то, так. Сойдет вполне. Бегать тут, походу, нельзя. Так. Надо идти на зеленые финтифлюшки. А! Птички, стойте. Я просто хочу убить вас. Эм. Ек. Что у вас тут? А, тебе надо навалять, да? Понятное дело. Берите его от меня, пожалуйста. Он считается по городу, докололит всех, кто слабее. Но ты сильный. Похоже, ты сможешь его вразумить. Вы можете ударить пистолет в стушке, если он выделен красным. Эм. Да нет проблем. Здоровый, ман. Что? Я плохо себя веду? Че? На этот раз я это отпущу, но подумай, перед тем, что я сказал. А как ты скажешь? Надо же из нее врежете! Я стражник. С нами лучше не связываться. Ночью камеры, говоришь? Ну, давай! По-моему, меня не посадят. Так, стоп. Куда пошел? Господи, да бей ты его! Ладно. Не его. О, а как цель поменять? Ой, тихо. Я хочу больше денег в следующей неделе. Пусть, а как поменять цель? Ладно. Тебе хана. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты уходишь! Еее! Прости, я больше не подойду к нему. Ладно. Ты даже не ответил мне. Пожалуйста, господи. Присмотри за Розе. Что? Нафиг мне твой плюшевый мишка. Ты решил хороший поступок? Не забыть рассказать о нем отцу, чтобы получить награду. Ну, отец хотя бы мне будет давать деньги за это. За плохие поступки я ничего не получу. Так неинтересно. Мне нужны деньги! Я хочу купить все мороженое. Так. Секси-герл? Где мой муж? Так, я убираю в его дом, воспитываю детей. Что за это получаю? Эй, ничего, если встретишь его, дай мне знать, ладно? Да нет проблем. Рекад с кем-то обнимается. Так. Что тут много зеленых кружков? О, что тебе надо, девочка? Я потеряла Розе. Эээ, на, держи. Он у меня как раз. Отдать девочке мишку. Ты нашел, Розе. Спасибо большое. Когда я вырасту, я буду любить тебя. Так. Что тут еще у нас есть? Здорово, мэн. Кусатый. Привет, парень. Я торговец, странствую по миру, покупаю товар и продаю его. Особенно таким хорошим, как ты. Я слышал, какая-то милашка сказала, что у тебя есть сестра, и у сестры сегодня день рождения. А у тебя, похоже, нет для нее подарка. Совершенно случайно. У меня как раз сейчас есть коротка хороших конфет. Твоя сестра будет очень довольна. Стоит купить конфеты за три золотых. Похоже, у тебя нет денег. Отлично. Мне надо совершить три хороших поступка, чтобы получить три золотых монет. Прекрасно. Шантажирует нас. Так, что-то там за домом еще происходит. Видите, вначале все начинается мирно и спокойно. Ничего сложного. Как всегда. Так, чего это вы тут? Просто я даже не знаю эту женщину, кто это такая. Слушай, сынок, не трепись об этом, ладно? Моя жена сидит дома с мальдейцем, и я должен быть на работе. Но мужчина может делать то, что ему нравится. Ты так не думаешь? Вот что тебе скажу. Если хранишь этот секрет, я благодарю тебя золотом. Будьте осторожны, в дубовом доле слухи распространятся очень быстро. Приняй взятку и совершить плохого поступка. Если они говорят, что распространяется быстро, так что нет. Так не говори жене, она должна узнать об этом. Конечно. Погоди. Надо еще... Стоп, господи. Ты получай! Молкососри белогня избивает, оставь меня в покое. Что? Ты получай! Ладно, плевать на него. Классно быть ребенком. Можешь всех бить без последствий. Слушайте, а как ускоря... А, во, ускорят с правой кнопкой мыши. Отлично. Надо жене рассказать о том, что ей муж изменяет. Может, тогда у них семья распадется. Так. Так. Что-то она не очень следит. Своим ребенком. Стоит тут стоит. Где мой муж? Наверняка с какой-нибудь бабой. Я убираю его в доме, бла-бла-бла. Так. Рассказать женщине, что ей муж изменяет. Отлично, молодой. Ты совершил хороший поступок, что разрушил семью. Вместо того, чтобы промолчать. Ну, ладно. Так, а ты еще кто? Э? О, спасибо, богиня. Слушай, поможешь мне. Мне нужно, знаешь, прийти на зов природы. Будь другом. Постой здесь и посмотри за этими ящиками. Ээээ, просто стой. Так, ладно. Эээ, каким ящик? Мой кузен говорит, что в бочках с этих складом может что-нибудь храниться. Быстрее, пока он ушел, разбей бочки и посмотри, что в них. Если ты, конечно, не боишься, если ты, конечно, не плаксивая девчонка. Зачем это? Да просто так. Давай налево. Опять ты. Да надоел ты, господи, свали отсюда, пока тебя не врезал. Глупый охранник. Даже с ребенком справиться не может. Ладно. Вообще парень меня искушает. Интересно, что там внутри. Нет! Я буду честным! Ладно. Блин, надо было сразу их бить. Пофиг. Мальчику еще раз надо врезать. Такой очень злый пацанчик, да? Пришел к нас искушать. Это дьявол! В него веселился дьявол, надо его сжечь. Все, бежит уже. Пописал и бежит. Так. Ты очень мне помог. Скажу отцу, лучше бы денег дал. Треклятый, урод, ненавидишься. Ну, скажем так, злым тут стать очень просто. Надо просто... Ты отстанешь от меня, господи. Надо просто всех бить подряд. Особенно, когда подрастешь. Ну, по крайней мере, так в других фейблах было. А вот добрым, добрым быть сложнее. И, значит, интересней. Так, ну ладненько. Чего это тут у нас? Папа, папа! А, погодите, у меня еще одно задание. Так, чего это у нас тут? Ты кто? Привет, братик. Ты не забыл какой-то день в прошлом году? Да не забыл. Если я тебя разбудила ночью, мне очень приснил страшный сон. Понятно, что я должен сделать для тебя? Что-то произошло, но я не помню, что именно. Как интересно. Но ты об этом не тревожься. Ну и где мой подарок? Что? А вот где этот подарок. Офигенно. Классно быть пацанчиком. Так. Чучело можно уничтожить? Видимо, нет. Ну и ладно. Не знаю, что я тут напугала. Может, у меня был вещий сон. С деревни я выйти не могу. Ну, короче. Короче, короче. Пора завершать эту легкотню. Пуга, пуга, пищите, пуг, 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 пищите. А, мне надо было наверх идти, я понял. Походу, я тут уже никак не пройду. А, нет, вот там обойти можно. Пара-пара-пара, дуемся на своем веку. Неплохой у них деревенька, стоит заметить. Такие дома прикольные, симпатично. Ну, конечно... Блин, ну такой дом построить, это пипец сколько надо. Камни таскать и прочее. С другой стороны, у них тут семьи из поколения в поколение живут. Так что ничего удивительного. Я держу свое слово, так что держи награду за хорошие дела. Слушай, не врезай неприятности, я тебя прошу. Все, погнали. Слушай, золотым. Опять ты. Да ты надоел, господи. Но второй бежит. Всем им что-то от меня надо. Своими нравоучениями треклятыми. Ладно, курица. Получай. Все смеются, как парень избивает чью-то курицу. Какая прелесть. Твою налево. Зачем? Зачем мне это? Смотрите, они еще пытаются защищаться. Не, Серега, зачем мне это делать? Это какая-то пропаганда нахилия. Ладно, давай свою коробку конфет за три золотых монеты. Никакой в этом логике нет. Три золотых монеты за коробку конфет. Просто обманул пацана. А, у меня еще одна золотая монета осталась. Глупая курица. Две глупые курицы. На, вижу! Глупая треклятая курица. Ладно, девочка. Нет! Охранник уже бежит со мной поболтать. На всяких норовоучениях. Ну что, Тереза? Держи свою треклятую коробку конфет. Я знала, что ты принесешь мне шоколад. Мне это снилось. Пошли домой, мама может вернуться на праздник в любую минуту. Пошли, сейчас у меня только охранник. А, не, нормально. Разбойники! Может, ты не будешь ворота открывать? Так из нас, что его сейчас стрела убьют. Да происходит, в самом деле, они здесь, надо спрятаться. Где же мы спрячемся? Ну, не в чечеле. А, нет. Или да. Что? Один есть. Что? Зачем убивать женщин? Господи. Как они его не видят, это вообще вопрос. Ну, ладно. Зачем убивать женщин? Глупые разбойники. Никаких мозгов в них нет. И никаких желаний. Понятно, что разбойники всех убили. Какая печальная история. Мы пойдем им мстить, видимо. Кровавое пламя взвилось в ночи, и жители молили о площаде, но крики вскоре умолкли, а мертвые тела валялись на земле. Наконец, разбойники добрались до последнего дома, где жила семья мальчика. Ради этого была затеяна вся резня. Но его там не было, потому что он сидел за досками. Хотя они были прозрачные, но разбойники не могли его увидеть. Отец пытался защитить родных, но он не был воином и пал от смертельной раны. Так ему и надо. Он был плохим отцом. Разбойники перерыли весь дом и нашли мальчика. Но мать-то они убили. Его мать и сестра не сломались попытками и яростными грозами, нападавших увели их к собой. Пытками? Как они девочку вообще нашли? Ну, в общем-то, не надо, так сказать, логики. У крыши лесу мальчик видел, что все его прежняя жизнь разрушена, от нее остались лишь пепел. Отлично. Он остался совсем один. Видимо, не стали они заставки менять и переделывать. Поэтому они в таком ужасном качестве. Гошен Ворчун! Старый Ворчун! Так, ладно, вторую главу мы начнем. Благодарю за внимание. До новых встреч.